Всем привет! И мы продолжаем рубрику разговоры на улице. И сегодня, даже сам не ожидал, попалась мне на глаза такая, значит, заметка, распечатанная мною еще давным-давно, где-то к году еще, наверное, в 2010-м, а может даже еще раньше, из социальной сети ВКонтакте. И сразу хочется сказать, что, озвучивая эту статью, я здесь ничего не выдумываю, а просто читаю текст как есть, с некоторыми своими чуть-чуть ремарочками, обнаруживая их по ходу прочтения. Если обнаружится вами какая-либо ошибка, как вам покажется, тогда напишите об этом в комментарии. И помните, что заметка эта взята мной из уже опубликованного ресурса. Ну, был, я помню, некоторый спор о том, что Феня это совершенно не то загадочное, самостийное, такое гипнотическое, что приписывают этому так называемому языку. Это никакое там не новое эсперанто, хотя где-то в чем-то может быть Серега и прав. И автор блога, то есть Роман Зайцев «Живу на ДВ» не имеет цели у кого-либо или чего-либо опорочить. И вообще, я лично к евреям, хоть сам и не отношусь, но считаю их такими же людьми, как и мы все. И я делаю четкое различие между еврейством и сионизмом. Для тех, кто в теме, да? Итак, дисклеймер прозвучал. Отказ от ответственности по-русски. Итак, еврейский блатной жаргон России. В наставлении по полицейскому делу 1892 года читаем. Меж воров во множестве употребляются слова еврейского происхождения. Существует несколько версий влияния еврейского языка на воровской жаргон, но эта тема по-прежнему остается малоисследованной. Как известно, родоначальниками уголовного жаргона были русские афени, бродячие торговцы-коробейники. Однако, почему же так называемый воровской мир практически говорит на чистом, немного загрязненном идишем, иврите? Почему идиш является первым по величине источником для блатного сленга в русском языке, да и не только русском? Любой словарь немецкого воровского жаргона содержит большое количество еврейских слов, а в глоссарии Liber Vagabrum их количество и вовсе впечатляет. 65 еврейских или арамейских слов, 53 немецких, по 19 латинских и голландских, 5 французских, 4 цыганских, 1 испанская и 29 слов невыясненного или спорного происхождения. Очень часто при общении со многими людьми произносятся слова, относящиеся к воровскому жаргону. Некоторые даже оправдывают употребление такой лексики тем, что она якобы традиционно используется в русском языке и является одним из элементов русской культуры. Этими же причинами объясняет любовь к русскому шансону, в кавычках воспевающему романтику, тоже в кавычках тюремной жизни. Но на самом деле все это далеко не так. Всем нужно зарубить себе на носу или намотать на усы. У кого нет усов, можете намотать на уши, вырастут усы, перемотаете. Современный воровской жаргон пришел к нам из иврита после того, как в Одессе и других местах проживания евреев в Российской империи сформировались первые, по сути, этнические организованные преступные группировки. Составляя среди населения России всего 4,2% евреи, только среди политических преступников на 1911 год составили 29,1%. Самая настоящая пятая колонна в то время. Если по статистике вывести некую среднюю норму, отражающую количество политических преступников в среде того или иного народа Российской империи, то выясняется, что у евреев эта норма была превышена в 8 раз, а у русских занижена в 1,5 раза. Евреи говорили на иврите и идиши, а полицейские их не понимали, так как евреев служить в полицию не брали. Чем же обогатила русских великая еврейская культура? Ну так, поехали. Ботать. Боты. Иврит. Выражаться. Или бетуй. Выражение. Ботать. Говорить, да? Бетуй биофен. Ботать по фене. Выражаться особым способом, непонятным для окружающих. Фраер. Ну, идиш и немецкая. Фрейч. Свобода. Фраер. Свободный, вольный. Тот, кто не сидит в тюрьме, короче. Для блатного мира... Для блатного мир делится на своих блатных воров и фраеров, то есть цивильных, не принадлежащих к воровскому миру. Последних разрешается обворовывать и обманывать. В этом значении слово фраер простак. Тот, кого можно обмануть, вернулось в современный иврит. Маани, фраер. Что меня так просто обвести вокруг пальца? Блатной. Ди блат. Идиш. Лист, бумага, записочка. Тот, кто устраивался по блату, имеющий бумажку от нужного человека. В воровском жаргоне блатной – это свой, принадлежащий к уголовному миру. Вот хорошее такое выражение. Шахер-махер. Иврит. Сахер-мехер. Махер – это значит продавать. А шахер – товар. Хевро. Криминальная общность. Банда. На иврите – хевро. Компания. Ксива. Записка. На иврите – ктива. Документ – нечто написанное в ашкинастском произношении иврита. Буква «т» часто меняется на «с». К примеру, «щабес» вместо «щабат». Ну и получается, что на иврите «ктива» – документ, да, а на «фене» – ксива. Ксива. Ксива-та. Клифт. Пиджак. Иврит. Халифа. Костюм. Малина. Имеется в виду воровская. Квартира, помещение, где скрываются воры. Откуда произошло? От «малон». Гостиница, приют, место ночлега. Хана. Конец. Иврит. Хана – делать остановку в пути. Привал. Этот корень очень широко распространен в иврите. Ханая – автостоянка. Ханут – склад, магазин. Ну, вспоминайте. Кинзадза – фильм двухсерийный. Помните? Данелия. А это, говорит, планета Ханут. Здесь меня родили. И меня. Только пока на ней нет воздуха. Отсюда же и слово, кстати, «таганка». Произошедшее от слова «тахана». Станция, остановка, стоянка. Так сначала неофициально, а потом и официально называлась тюрьма, в которую привозили заключенных со всей страны. Европейской части страны перед отправкой в Сибирь. А вот еще слово такое «марвихер». Это пишут, что вор высокая квалификация. Марвихер – идиш. То есть зарабатывающий деньги от иврита марвиях зарабатывает. Вот тут у нас идиш марвихер, да? А марвиях зарабатывает. Это вот на иврите уже. Вот. Марвихер. Ну, еще есть такая версия. Это уже так просто. Тоже моя начитка, что марвихер – это по дамским сердцам специалист. Такой сердцеед, который втирается в доверие к женщине, да? Ну, и грабит ее. Вот. Хорошее слово сейчас будет. Хипеш. Хипеш – это обыск, да? Хипесница, воровка или хипесница. На иврите хипус – поиск, обыск. Все понятно. Параша, да. Не совсем, да? Кто бы что бы думал. Смотрите, параш. Параш – всадник. В тюрьме ведро для справления, естественно, нужды. Ну, так раньше было. Сейчас во многих тюрьмах уже, в большинстве уже не так. Видимо, сидящий на таком ведре напоминал ворам всадника. И они переделывали слово в ласковое женское имя. Вот так. Бан – вокзал. Наидише слово бан имеет то же значение. Понимаете? А вот слово кейф – это иврит и арабский язык тоже с тем же значением. Кейф. С тем же значением. От этого же корня в арабском языке кофе. Когда его пили – кофевали. Вообще, иврит и арабский – два семитских языка, имеющих очень много общих корней. Кто знает один, тому достаточно просто учить другой. Чтобы все было по кейфу. Халява. Даром? Бесплатно. На иврите – халав – молоко. В девятнадцатом веке евреи России собирали для евреев Палестины так называемый дмей-халав. Деньги на молоко. А еще тоже из моей личной начитки, что вот у евреев, да, у ортодоксальных, ортодоксы, то есть классические евреи, вот у них, значит, субботу – шаббат, шабаш, да, кончая работу, шаббат – праздник. Вот они посвящают религии, молениям, там, вкусно кушают, но ничего нельзя делать. Вот, ничего нельзя делать. И поэтому, а коров-то доить надо. И вот в субботу те, кто доил коров, это были люди изгоев, то есть не евреи. Они назывались шаббезгои, то есть потому что обслуживали евреев в ортодоксальных праздниках и, соответственно, выдаивали это молоко. И вот молоко, которое выдаяное в шаббат, его тоже нельзя было употреблять, потому что, потому что в шаббат оно выдаяно, оно раздавалось вот на улице. И кричали «Халява! Халява!» То есть халява – еще такое значение, что молоко, которое, молоко, выдаяное в шаббат и роздано, то есть даром, бесплатно. Вот, смотрите, еще шара, на шару, да, тоже такое слово, бесплатно тоже, да, на еврите. Шеар, шеарим, остатки, шеарим, да, помните этот, расшарить, да, раздать, шеарим, то есть тоже раздать на халяву, мы же не платим, да, когда программы пользуемся шарой. Вот, бесплатно. Шеар, шеарим, остатки. То есть то, что остается у продавца, непригодное для продажи, и он оставляет это на прилавке для бедных. Согласно еврейской традиции, на поле необходимо оставлять несжатую полоску. Шеар – остаток, чтобы бедные могли собирать колосья. Об этом евангельская притча, рассказывающая о том, что Иисус с учениками собирали несжатые колосья в субботу. И это вызвало недовольство фарисеев. Вот. А теперь, смотрите, такое слово распространенное, и для кого-то, возможно, обидное. Значит, мусор на фене, милиционер. Милиционер, ну, сейчас там полицейские, да, ну, практически не используются нормальными людьми. На иврите, смотрите, мусор, мусор, тот, кто передает информацию. Мусорами называли в Российской империи полицейских задолго до появления милиции. Поэтому мусор – еврейское слово. Вот сейчас такие. Шалава, потаскуха, проститутка. Шилев, сочетать. И не просто сочетать, да, тут идет дописка в скобках одновременно, а несколько мужчин. Так, не нравится мне это слово. Мастырка, о, фальшивая рана. Замастырить, то есть спрятать. На иврите мастир. Прячу, скрываю. Отсюда же стырить, украсть. Сатира. Сокрытие. Тоже, да, рядом. Отсюда же и сатира, то есть скрытая издевка. И мистерия тоже отсюда. Древнегреческие сатиры тоже отсюда, а не наоборот. Древние греки вообще много чего переняли у финикийцев. А евреи и финикийцы, вот, это не те, которые финики ели, вот, это финикийцы. Это можно сказать один народ. Евреи и финикийцы. Их язык и азбука едины. Разница только в том, что евреи иудаисты, а финикийцы – язычники. И тут написано иудаисты, ну, надо правильно сказать, будет иудеи. Ну, вот. Слово такое еще. Шухер. Стоять на шухере. Это означает, что стоящий на шухере охраняет совершающих преступления, обычно кражу, и предупреждает о появлении работников правопорядка. Шухер происходит от ивритского слова шахор, что означает черный. Мундир полиции в царской России был черного цвета. Шмонать. Обыскивать, искать. В тюрьмах Российской империи было принято делать опуски в камерах в 8 часов вечера. Восемь на иврите. Шмоны. Отсюда шмонать. Сидор. Мешок с личными вещами заключенного. В этом мешке должен быть строго определенный набор предметов. За их отсутствие или наличие посторонних предметов в этом мешке. Сидори. Заключенный наказывался. Или не наказывался, если набор предметов в этом мешке был в порядке. Порядок на иврите. Седор. Еврейское седор превратилось в привычное русскоязычному уху сидор. Идем дальше. Слово стырить. От иврита ситер. Сделать в тайне. То есть украсть. Башли. Башлять. От иврита бишель. Варить. Делать навар от аферы. Атас. От иврита отуд. А вот на идише отуз. Внимание. Приготовиться. Подготовка. Предназначение. Помните? Атас. А веселее рабочий класс. Бугор. Это не тот бугор, которое возвышение на местности. Это вот от иврита. Богер. Взрослый. Совершеннолетний. Богер. То есть, если с фени, да, потом она перешла в фени. Получился бугор. Это значит бригадир. Авторитет. Ну, обычно в преступной среде. Кабала. От иврита. Или еще кабала, говорят. Здесь кабала. Здесь кабала. Это еще книга. Тайна пись такая тоже определенная. Кабала. От иврита также идет кабала. Кабала. Это квитанция, расписка, принятие, получение. Вот несколько значений. Ну, а она вылилась в феню. То есть, крупная сумма долга. Кагал. От иврита. Кагал. Толпа. Люди, публика, компания. Ну, а на фене община, собрание. Ну, вся хезра, говорит. Кагалом собралась. Каленый. От иврита. Кале. Тюрьма. Каленый. То есть, имеющий судимость. Кантоваться. От иврита. Кенес. Сбор. Слет. Съезд. Кантоваться. То есть, быть вместе. Передвигаться вместе. Перемещаться. Двигаться вместе. Там, да. Кодла. Ну, в смысле, двигаться вместе по жизни. Или куда-то в направлении. В одном там где-то что-то, да. Кантоваться. Кодла. От иврита. Кедали. Бедный, нищий, убогий. Сборище воров, босиков, оборванцев, голи. Ну, тут я бы тоже не согласился. Кто не согласен, тоже напишите в комментарии. Оборванцев, голи, перекатный. То есть, отсюда, возможно, кидала. Кидала. Жулик. Кодла. Кидала, да. Вот. Еще интересное. Коцаные стиры. От иврита. Каце. Край. И стира. Царапина. Царапины, да, по краям. То есть, меченые карты. Кошар. Кэшер. Общение. Связь. То есть, делающий передачу заключенным. Курва. Курва. Вот. Близость и родство. Иврит. Карва. Курва. Вот. Вот. А так, курва, да, на фене шлюха. Вот. Как. Получилось. Вот такое тут описано предположение. Ну, тут конкретно написано, что так и есть вроде. В древности, чтобы сплотиться, у дружинников должно было быть все общее. Пили братнину. Чашу с общей кровью, а потом с вином. У блатных, такой своеобразной братниной, видимо, была Курва. После процедуры коллективного коэтуса с Курвой, все воры становились родственниками. На иврите кровим родственники. Дальше. Лягаш. Лахаш. На иврите. Шептун. Сыщик, доносчик, шпион, провокатор. Вот так. Смотри, еще слово какое. Малява. От иврита. Милава. Раздельно. Милава. Слово пошло, то есть. Милава. Слово пошло. Малява, то есть письмо. Ништяк. От иврита. Ништяк. То есть, мы успокоимся. То есть, здорово, отлично. Ну, еще есть такой эквивалент, но он не на фене, да? Типа ништяк. Здорово, отлично. Был такой Оливер Кромвель, такой буржуинский, такой деятель. Вот. И он вот, очень много было документов, когда подписывать. Он свою подпись, один из первых, кто укоротил. Получилась такая подпись, да? Такая, вроде бы, не имеющая соответствия. Оливер Кромвель превратилась у него в подпись О-К. Две буквы. О-К. И в дальнейшем потом окей. Типа все ништяк. Все хорошо. Все за... Ну, это не из этой оперы. Все здорово, короче говоря, да? Ништяк. Вот. Ну, а кто потом тоже подхватил, как попугай. Там окей, 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 да? Все будет окей. Ну, тоже, значит, ну, все, значит, хорошо. Подписи поставили. Там, да, обычно под каким-то там приговором. Нормально. Там как раз война была. И вот очень много было смертных приговоров. Очень много надо было людей убивать. И вот он ставил О-К, чтобы быстрее все это было. Ну, а что там? Вот. Поэтому думайте тоже, когда что-то ставите, думайте, когда что-то делаете, вообще говорите. Это всегда так. Ну, а у нас разговоры на улице. Вот такая интересная статейка. Ну, вот если ништяк, если здорово, отлично, если вкатило, то поставьте лайкосик, пожалуйста, мне хоть посмотреть, интересно это было или нет. Ну, и, соответственно, лучше, конечно, не дизать, лучше написать, чтобы конкретно не понравилось. Так-то, да. В общем-то. Ну, а я еще раз говорю, отличайте, пожалуйста, понятия, отличайте определения. И должно быть четкое-четкое определение, четкая грань между, что такое, да, между еврейством, как вообще, как носителем определенной генетики, да, сейчас называют национальное слово такое уже старое, вот, достаточно больше ста лет ему нацио, да, между, значит, четкую грань проводите между еврейством и иудаизмом. Вот, если не знаете, то лучше почитайте, здесь ролик не об этом, здесь именно была вот такая статейка в формате разговоры на улице, еврейский блатной жаргон России. Ну, вот так, ништяк, браток.